Вот эта опасность ядерного удара, потому что риторика Кремля и стратегия Кремля – это загребать жар чужими руками. Когда мы видим заявление президента Ирана о том, что Израиль переходит к красной линии, мы слышим, откуда эта риторика, мы знаем, откуда ноги растут. И вот Ибрагим Раиси говорит, что Израиль перешел к красной линии и может это заставить нас принять меры. А если Россия спровоцирует Иран к этому удару по Израилю, как вы считаете, какими будут последствия? На России ничего провоцировать не надо. Они сами себя провоцируют, потому что мы же с вами уже обсуждали, что какая-то пакистанская депутатша уже сказала, что у Пакистана есть ядерное оружие, ему надо ударить, использовать это пакистанское ядерное оружие против Израиля, защищая своих мусульманских братьев. И в этом смысле они общего врага нашли, потому что на самом деле, конечно, шииты и суниты, они друг друга ненавидят и уничтожали друг дружки миллионами. Напомню вам, Ирак-Ирак война 10 лет была, и там миллион, по-моему, положили. Так что в этом смысле они ничем не лучшие, ни Израиля, ни России, никого. Они все боролись друг с дружкой. И так сказать, я вам напомню, что Ирак напал на Кувейт, а не какие-нибудь там Соединенные Штаты и не какие-нибудь там марсиане. Так что в этом смысле все у них там внутри, в исламском мире, на самом деле, очень все сложно. Они все друг друга ненавидят. Но когда у них появляется общий враг внешний, а вот для них, конечно, общим врагом для всех является Израиль. Ну, это просто такой супер-пупер. И плюс Штаты, которые его поддерживают. Или отдельно Штаты, которые вообще, значит, империя зла для них. Вот, то, в принципе, конечно, это может полыхнуть. Причем их же много, их гораздо больше, чем изоритян. Поэтому, кстати, американцы и подогнали туда два авианосца. И дали всем понять вокруг, что типа не рыпайтесь, ребята. Потому что если все арабские страны полезут в Израиль защищать террористов Хамаса, то тогда начнется мировая война, конечно. Вернее, она идет-то уже давно. То есть она идет давно. Она началась еще в 2008 году. Ее Путин начал. Потому что Путин начал ее в Грузии. Вот когда он в Грузию, его войска, чтобы наказать Грузию, Саакашвили, которая шла в НАТО и которая шла в Европу, которая шла туда же, куда идет Украина, и когда вот абсолютно те же лозунги были у Медведева, ну, игрушки, значит, такого клоуна путинского, руками которого Путин начал эту грузинскую войну, но подготовил-то ее Путин, потому что она готовилась шесть месяцев до этого. Там надо было собрать силы, подтянуть их к границе и так далее. Вот. И она началась. Но она может перерасти. Вы знаете, мы такую же, ведь третью мировую войну мы уже пережили. Но она была холодной. Она не была, как вторая мировая. Там вот не было глобального противостояния, прямого великих держав. И поэтому она была холодная. Но холодная она была условно, потому что войны на самом деле с 1946 года по 1991 на разломе капитализма, социализм были сколько угодно. Корейская война, несколько израильских войн, Афганистан, что там у нас было, Никарагуа, Ангола, Мозамбик и так далее и тому подобное. И на самом деле таких войн было много. А до этого еще там Вьетнамская война, французские, индокитайские войны. То есть там куча всего была. И вот мы ее пережили, но она была холодная. И вот четвертая мировая война, она такая же была холодная, когда она началась в 2008 году Путиным. И тоже были локальные конфликты, но понятно было, что в тех локальных конфликтах просто крупные державы выясняют отношения на региональном уровне. И поэтому в этом смысле Путин прав, когда он говорит, что он воюет не только с Украиной, а он воюет с глобальным Западом. Потому что за вами коалиция 55 стран, которая реально вам помогает финансово, военно там и так далее. И за ним коалиция уродов мировых, включая Китай, которая ему тоже помогает. То есть в принципе на самом деле эта холодная мировая война, она уже идет. Другое дело, что она может стать горячей мировой войной. Вот что в общем проблема. Поговорим про наших союзников. Давайте про встречу на Мальте, если вы не возражаете. Вот страны глобального юга, так называемого, обсуждают формулу Зеленского по окончанию войны. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорит о присутствии 66 государств и международных организаций. Как мы уже знаем, Китай проигнорировал эту встречу. По вашему мнению, у этого формата есть перспектива? Ну, у любого дипломатического формата есть перспектива дипломатическая. В общем, люди говорят, ну вот встречаются, говорили мне ни о чем, а вся дипломатия в этом-то и заключается, чтобы встретиться и поговорить ни о чем. Потому что для этого дипломаты и нужны. И этим дипломаты отличаются от военных. Потому что военные, когда встречаются, тогда говорят пушки. А когда дипломаты встречаются, тогда все в бабочках, ходят, значит, пьют шампанское или лиски и рассуждают на тему, как бы нам хорошо прекратить все это дело. Но в хороших кабинетах, в богатых, в красивых машинах и так далее. На этой неделе, кстати, было сразу несколько значимых встреч. То есть сначала была встреча министров иностранных дел в Люксембурге по выделению помощи финансовой Украине. И там не договорились. Там был пакет на 500 миллионов. Его заблокировала Венгрия. Дальше был саммит в Брюсселе. Где говорили о новом пакете 50-ти миллиардном помощи Украины. И тоже не договорились. Заблокировали Венгрия и Словакия. Но там решение должно принято быть в декабре. То есть там еще есть лаг для принятия решений. Потом была межпарламентская встреча Крымской платформы в Праге, где собралось тоже 70 стран, по-моему, представители парламентов. И потом была вот эта мальтийская встреча. Это была третья встреча уже в этом формате, где раньше был Китай. Сейчас Китай не приехал, но зато в предыдущей встрече принимало участие 40 стран, а сейчас 60. И в смысле дипломатическом это был успех. Потому что просто собрать 60 стран, чтобы поговорить про войну в Украине, чтобы поговорить о каких-то значимых вещах. Причем они знают, что туда Россию не позвали. То есть это, в принципе, успех дипломатически. В этом смысле у всех этих форматов есть своя логика и есть свое значение. Скажите, Сергей, вот возвращаясь сейчас к военной операции, которая в эти минуты проходит в Газе, я вижу, что военные достигли перекрытия, перекрестка Ницца-Рим. Это уже почти центр города. Газа, пишут корреспонденты, пока все идет хорошо, хоть и не очень быстро, но торопиться никто не будет. Спецназ действует уже в тоннелях. Это значит, что разведанные, допросы пленных, террористов все-таки дали результат. Вот как вы считаете, все-таки вот эта атака на Израиль, чем России был выгоден этот конфликт? Почему все-таки теперь, и поговорим о последствиях, потому что для Израиля сейчас, ну это такой очень важный исторический момент, потому что на кону вообще существование в целом страны. Для России это было выгодно условно, потому что у нее очень хорошие отношения были и с Израилем, и с Хамасом. Ну, как казалось, да. Нет, почему как казалось? Это реальность, потому что витамин Натаньяху это лучший друг Путина. Что там, как казалось? Он и остается, кстати, лучшим другом Путина, несмотря на то, что сейчас происходит. Потому что это первый раз сейчас. Первый раз сейчас. Потому что Россия во время войны, когда Хамас атаковал Израиль, принимает официальную делегацию Хамаса у себя на уровне Министерства иностранных дел. Вот только сейчас Израиль проснулся и сказал, значит, сделал ноту, что типа вы гады, ну-ка быстренько. И то, опять же, он сказал о чем? Что вы должны их выдворить из своей страны. Он не говорил, что вы должны прекратить с ними общение, что вы должны там то-то, сё-то. Нет, выдворить просто. Уберите их с глаз долой, и тогда, может быть, там что-нибудь там будет получше. Нет. И до сих пор, кстати, у Натаньяху есть ощущение, что Путин его лучший друг. И у Путина есть ощущение, что Натаньяху его лучший друг. И это на самом деле так, потому что Натаньяху отказывался поддерживать санкции против Украины, отказывался помогать вам вооружением, участвовал, кстати, там еще в других конфликтах. Израиль, кстати, участвовал в армяно-азербайджанском конфликте. И в войне 20-го года израильское оружие азербайджанцам помогло победить армян. И сейчас это оружие использовалось. Так что у Израиля очень странная во многом была позиция. И в Российской Федерации я вам напомню, что тогда, когда все страны, большинство развитых стран поддерживают санкции против Российской Федерации, Израильский союз кинематографистов заключил договор с Министерством культуры Российской Федерации об обменах и о совместных программах производства фильмов. Это все произошло два месяца тому назад всего, во время войны, которую Российская Федерация ведет в Украине. И посол Израиля в Москве говорит такие же жуткие вещи, которые говорит этот самый Берл Лазар абсолютно и поет гифферамбы Путину. А Путину это было выгодно только в том смысле, что это, конечно же, отодвинуло все внимание мировой общественности от войны Путина в Украине на другую войну. И это, к сожалению, сработало. К сожалению, это сработало. На это Путин пошел даже ценой ухудшения отношений с Израилем. А он ценил отношения с Израилем. Хорошее отношение с Израилем. Хорошее отношение с Нетанья. Но он на это пошел, потому что для него самое главное, чем хуже вокруг в мире, тем меньше будут ему пенять, что он там ведет какую-то страшную войну. И, с другой стороны, вы же понимаете, что теперь встал вопрос, как Америка будет помогать и кому приоритетно, и будет ли выделять столько же помощи в Украине военной, сколько она до этого выделяла. У них там свой политический кризис прошел. Но сейчас поменялся спикер. Ну, кстати, не в лучшую сторону поменялся. Так что, в общем, в этом смысле это все вода на мельницу Путина. Редактор субтитров А.Семкин